Коллеги, добрый день. Начинаем и действуем очень оперативно, собрано, потому что, к сожалению, вы знаете, что очень мы ограничены теперь во времени. Всего полтора часа, выступающих у нас уже 9 или 10 человек, поэтому мы построим с довольно жестким регламентом сначала выступления спикеров и в оставшееся время мы, если будут вопросы и будет время, мы попробуем небольшую дискуссию устроить, но в крайнем случае мы ее продолжим во время кофебрейка. Ну, тема, понятно, у нас абсолютно актуальна. 14-й год, весна, мне пришлось быть на заседании Межведомственной комиссии по социальным и экономическим проблемам Совета безопасности Российской Федерации. Основной вопрос был, как спланировать кадры, сколько их нужно. Екатеринбург, осень того же года, международная конференция по кадрам, и снова вопрос, а сколько нужно. С этим вопросом уже ко мне обращаются дамы из кадрового управления Объединенной судостроительной корпорации. Еще проходит время, приезжают коллеги, также занимающиеся кадровой проблематикой. Есть идея, я понимаю, что есть дефицит создать частные учреждения начального или среднего профессионального образования, но вопрос все тот же. А кого и в каком количестве нужно готовить? И вот проходит еще три года, и мы слышим из самых высоких трибун, что проблема кадров никуда не девается, и, соответственно, нам необходимо подумать, как к ней можно подойти. Можно ли спланировать? На чем такое планирование должно основываться? И что происходит с сегодняшним и завтрашним обеспечением кадрами наших приоритетных отраслей? Я представлю со-модератора Тюриков Александр Георгиевич, доктор социологических наук, профессор, руководитель департамента социологии финансового университета при правительстве РФ. Ну и я представляю Институт народонаселения РАН и финансовый университет в одном лице. Значит, коллеги, к сожалению, несколько наших интересных очень спикеров по уважительным причинам не смогли. Вот Бирюков Андрей Михайлович буквально утром мне написал, что заболел, при том, что его была задача как раз обрисовать, какие стратегии развития и на чем должны основываться, чтобы уже исходя из этого планировать кадры. И, к сожалению, Юлия Павловна Куликова тоже улетела буквально вчера вечером в командировку, но передавала нам свои пожелания такой вот успешной работы. Поэтому, если можно, я сразу передам слово Брыкину Арсению Валерьевичу, доктору экономических наук, заместителю генерального директора по развитию акционерного общества Росэлектроника, профессору финансового университета при правительстве Российской Федерации. И сразу, Арсений Валерьевич, я знаю, что вам надо будет потом бежать на заседание в Совет Федерации, мы вас отпустим, хотя и с сожалением. Спасибо. Спасибо большое. Холдинг Росэлектроника входит в госкорпорацию Ростех. У нас 159 предприятий, 80 с лишним тысяч сотрудников. Поэтому то, о чем я буду рассказывать, основывается не только на теоретических, но более на практических взглядах конкретных работодателей на проблему обеспечения кадрами в цифровую экономику. Мой доклад посвящен главным образом будет цифровой экономике, и в преддверии его я хотел бы сказать, что с точки зрения обычной системы подготовки и планирования кадров, у нас были наработки, которые мы, к сожалению, не до конца освоили. Наработки и методики, которые Росэлектроника внедрила у себя в холдинге, касались привязки подготовки кадров к конкретным инвестиционным проектам, которые реализуются на наших предприятиях. Смысл этой методики достаточно простой. Когда к инвестиционному проекту формируется техническое задание и проектно-сметная документация, мы пытаемся заставить технорей спрогнозировать те профессии и те компетенции, которые на данный момент не присутствуют на предприятии, и от которых будет зависеть успешность реализации проекта. Исходя из этого, формируется соответствующая точечная потребность на три и более лет по подготовке кадров. Но мой доклад сейчас будет о следующем этапе, этапе нашего развития, связанного с цифровой экономикой. Я прошу обратить внимание на первый слайд, где я кратко описал те задачи, которые система образования ставит перед собой в Российской Федерации при реализации указанной программы. Обратите внимание, фиксация персональных траекторий развития, открытый формат этих траекторий, система фиксации персональных траекторий уже в 2019 году предполагает быть сформирована на всей территории страны. Более 1 миллиона студентов к 2025 году, а это всего через 7 лет, по целям цифровой экономики будут обучаться с помощью онлайн-курсов, а выпускные квалификационные работы будут проходить в формате стартапов. Если прочитать полностью тезисы, которые указаны на слайде, нас ждет некоторая революция в системе образования. А теперь вопрос, готова ли к этому промышленность, сможет ли система образования, так как написано на этом слайде, трансформироваться и адаптироваться не просто к задачам, которые указаны в цифровой экономике, а к тому, для чего все это надо. Нужно это для того, чтобы обеспечить кадрами реальный сектор российской экономики, в данном случае так называемый хай-тек, а холдинг-кросс-электроника, в котором я уже 7 лет работаю, как раз лакмусовая бумажка этого хай-тека. Посмотрим на то поколение, которое попадает под цифровую экономику и которое мы сейчас воспринимаем как наших перспективных работников. Так называемое поколение Y, которое выросло совершенно в других ценностях. Цифровая революция для них началась не с детства, а с того момента, как они себя помнят. И тому пример мой последний диалог, он был буквально вчера со студентами МИФИ. Так вот, студенты МИФИ не помнят о том, что Кодек-экспресс были и что печатались фотографии когда-то на кухнях или в закрытых ваннах. Они даже не помнят и не знают о том, что были такие структуры, как Кодек-экспресс. У них уже цифровое понимание всего на свете. С детства они не знают, что может быть иначе. На них повлиял распад Советского Союза, на них повлияли рыночные реформы. Через своих родителей они заложили в скрепы свои психологические определенные метрики. И с ними живут. Чем они еще характеризуются, наши потенциальные работники? У них визуально-экранное восприятие. Мир для них меняется слишком быстро. Они ориентированы на скорые результаты. Если вы их попросите сконцентрироваться на одной задаче, хотя бы на исполнении инструкции в течение получаса, для большинства из них это будет смерти подобно. Большинство просто не справится. Их психика не адаптирована к тому, что для нас работодателей кажется нормальным, понятным и вполне востребованным. Банальное выполнение инструкций для нас норма, для нас это нужно, а им это чуждо. Еще один момент, который мы уловили при анализе нашей аудитории с точки зрения рекрутинга. Мы думаем, что мы выбираем наших будущих работников, а у них в голове совершенно обратная история. Это они выбирают нас. Их интересуют интересные проекты, их интересует так называемый хайп, гибкий график, бренд работодателя, атмосфера в коллективе. Буквально полгода назад для того, чтобы выполнить безусловно гособоронзаказ, одно из наших предприятий внедрило жесткий график, который начинался с 9 утра в безусловном присутствии на рабочем месте. Вы знаете, кто взбунтовался? Взбунтовались те, кому до 30 лет. Они просто не могли успевать, у них в голове не укладывалось, что нужно ровно в 9 часов быть на рабочем месте. Любые другие группы наших квалифицированных кадров с этим справлялись спокойно. Для них это даже не было проблемой, а молодежь взбунтовалась и чуть ли увольница не начала. Чтобы мы понимали о том, какой кадровый состав в хай-теке российского реального сектора экономики, то вот некоторая группировка по линии Союза машиностроителей России. Это больше, чем Росэлектроника. Здесь статистические данные около 500 предприятий сгруппированы. Обратите внимание, как меняется сегмент тех, кто моложе 30 лет. То самое поколение Y, которое прибывает и скоро будет уже граничить с поколением Z. В 2014 году таковых было 20%. В 2018 году почти 25%. Через полтора года мы прогнозируем, что их будет одна треть. Отсюда большой вопрос к нам, как к работодателям. Готовы ли мы к такой трансформации с точки зрения наших текущих сотрудников? Их становится больше, они начинают диктовать условия, меняется психология, меняется все внутри коллективов. Пока отечественная промышленность к этому объективно не готова, и далеко не все предприятия и организации задают себе такие вопросы. К чему это все приводит по практической составляющей? При наличии реальных вакансий у нас высокий уровень безработицы как раз среди тех, кому до 30 лет. Они получили дипломы, но они не понимали, зачем они учатся и совершенно не знали, где они потом могли бы работать или будут работать. Они просто плыли и плывут по течению. Специальности они не выбирают, как правило, домохозяйство их наставляют на основе какого-то коллективного опыта, куда хотелось бы мамам и папам, чтобы учились их дети. Причем мамы и папы сами родом из 90-х и имеют некоторое искривленное понимание о том, что хорошо, что плохо и какие специальности важны, нужны, востребованы и оплачиваемы. Из обратившихся в службы занятости выпускников работу получает только 30%. А вот смотрите, какая еще интересная статистика собрана нами. 18% выпускников, как правило, элитных вузов Москвы и Санкт-Петербурга вообще, извините, в упор не видят работу в России и всю свою образовательную траекторию нацеливают на работу за рубежом. Далее в режиме калейдоскопа. Кадровый дефицит с одной стороны. С другой стороны, молодежь не может найти работу. Более 70% работодателей крайне недовольны качеством подготовки кадров, как с точки зрения знаний, так и с точки зрения психологии. Выявлен коммуникационный разрыв между работодателями и системой образования. Ни студенты, ни абитуриенты, ни их родители не могут ответить на вопросы вот этого головастика. Куда пойти, где учиться и зачем еще все это надо. Система образования, ориентированная на баломскую систему, всех ориентирует на стартапы. А стартапы – это предпринимательство. А предпринимательство – это в лучшем случае 10-15% способных к этому людей. С нашей точки зрения, хороший инженер не должен быть уравнен с хорошим бизнесменом. И не нужно делать фиксацию в голове у студента, что если у него нет стартапа к четвертому курсу, то он никчемный человек. К сожалению, в ведущих вузах именно так происходит. Проблема утечки мозгов из России уже мною оглашена. Это еще и информационное пространство, в котором живут наши головастики. Они живут в сети. И в сети они видят Макдональдс, IBM и прочие гуглы. Поэтому финальный слайд, мною подготовленный, демонстрирует ключевой мой тезис. Скорее, это тезис проблематизации, что для нас, как работодателей, для человека и для системы образования в ближайшие годы будет серьезной проблемой потеря связи с реальностью идентификации системой цифровой экономики не человека и личности, а аватара, который присутствует в интернете и оцифровывает нас со всех сторон. Это огромная проблема, с которой предстоит разбираться в цифровой экономике и социологам, и психологам, и в конечном итоге представителям реального сектора экономики. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Арсений Валерьевич. И поскольку уже было сказано, что придется разбираться с социологом, я с вашего разрешения предоставлю слово Тюрикову Александру Георгиевичу. Его доклад называется «Социальное профилирование рынка труда и перспективных профессий». Пожалуйста. И обращаю внимание, 8 минут у нас регламент. К сожалению. Если вы позволите, столь уважаемой аудитории, я поступлю несколько иначе. Слайды будут жить своей жизнью, я буду их комментировать сзади. То есть со стороны леса. Хорошо? Ну потому что смысла нет, во-первых, зачитывать слайды, а во-вторых, это будет потом опубликовано. И если у кого-то вдруг возникнет желание присоединиться к этой информации, это будет удобно. Не комментирую. Вещь понятная. Я хочу рассказать о той среде, учитывая собравшееся здесь уважаемое сообщество, представляющее собой академическую среду, образование, собственно, представители работодателей, молодежи и даже видел в составе профсоюза. То есть достаточно такой интересный симбиоз, представляющий, по сути дела, слепок рынка труда. То, что работало раньше, еще 3-4 года назад, сигнал нам рынок посылает. Образование и среднее, профессиональное и высшее образование готовят необходимых специалистов, их выпускают, и они вроде бы рынком скушиваются. Сегодня ситуации такой нет. Такая быстрая динамика смены профессий и появление новых предопределила несколько другую структуру, выстраивающуюся отношения между рынком и образованием. Вот здесь примерно представлены все акторы, которые сегодня задействованы формированием рынка труда. Формирование, по сути дела, как говорит, оси атласа будущих профессий. Но атлас это что-то на бумаге, а у нас профессии программ формируется здесь. Ехал в метро с академиком Гундаровым, нашим демографом, и социальным медиком. И он мне докладывает, Александр Георгиевич, ты знаешь, ну вот назрела необходимость иметь управленца кризисными ситуациями в демографии, управленцев кризисными ситуациями в демографии. Доказывал мне о вымывании миллиона в год. Так вот, для чего это показал? Мы сегодня стоим в таких реалиях, что к 2020 году должна сформироваться среда, согласно указу президента и правительственных распоряжений, среда, которая будет производить независимую оценку квалификаций каждого работника. Сегодня уже жестко идет оценка квалификаций среднепрофессионального образования, где представители рынка труда присутствуют на выпускных экзаменах и имеют единственное право выставлять профессиональные оценки. И засчитывается это как свидетельство о квалификации. То же самое предстоит для высшей школы. Это те феномены, которые вам известно, они существуют. Я их тоже бегло пробегу, вымывание рабочих специальностей, их обесценивание с точки зрения социальной значимости. Какой стоим мы развилки? Или мы будем анализировать рынок труда по-старому, то есть только по профессиональной структуре и будем на этой основе прогнозировать, а сколько нам количество нужно инженеров, социологов, педагогов, медиков и так далее. Или мы должны перейти к более сложной конфигурации анализа и выйти на поведенческий деятельностный уровень. Это если говорить о первом подходе профессионального, нам он очень знаком. Мы его привыкли, что молодежь там безработная от 9 до 20 процентов в разных регионах России, что у нас превалируют на рынке труда лица пожилого возраста, и это будет проходить дальше. Надо перейти к другому осмыслению рынка труда. Надо думать о проактивных и реактивных людях. Надо начинать их в высшей школе вычленять. Надо формировать проактивную позицию. Главный вопрос в этом смысле не в том, как изменятся профессиональные квалификационные характеристики и собственно квалификации, как изменится инфраструктура оценки нас и педагогов, и профессионалов на рынке труда, а собственно дело, как это изменит людей. И это, наверное, один из главных вопросов. Учим ли мы, теперь я задаю себе вопрос, учим ли мы студентов софт, всем вещам, связанных с скиллсами, всем качеством мягким, не хард, а софт. Вот я задаю вопрос, возглавляя одно из подразделений финн-университета. Примерно попытался проанализировать из 80 своих сотрудников, думаю, а сколько из них действительно может работать в проектной команде, сколько из них в состоянии сегодня критически, системно и креативно мыслить, сколько из них сегодня в состоянии занимать лидерские позиции как в преподавании, так и в организации проведения различных грантовых исследований. Вы знаете, я немножко посидел, понимая, что в принципе, когда рынок труда от нас требует, чтобы мы выготовили специалистов, прежде всего со софт-скиллс, а хард-скиллс они доделывают у себя на предприятии, я понимаю, что педагогический корпус-то и не в состоянии эти софт-скиллс подготовить, потому что основная масса из нас не владеет этими софт-скиллс. И в результате последняя минута мы не учим стратегии. Мы не учим стратегии человека на рынке труда. Он у нас постоянно адаптируется. Он не занимает деятельность в позицию. Деятельность в позиции это что? Это видеть свою жизнь и свою профессию в целом. Лет на 10-15 вперед. Горизонт планирования год-два. Второе, только тогда будет деятельность, когда возникает субъектность. Когда мы сами создаем условия, а не условия ведут нас. И третье, когда у нас появляется в связи с этим жизненные планы. Коллеги, спасибо, извините, что немножко коротко. Спасибо большое. А может и хорошо. Александр Георгиевич, вы даже сэкономили время. Удивительная точность. Мы вас за это дополнительно благодарим. Коллеги, теперь я хотела бы предоставить слово человеку с большим опытом руководства, можно сказать, легендарному человеку в Петербурге, в прошлом директору крупного оборонного предприятия, лауреату государственной премии СССР, действительному члену Инженерной академии и Академии транспорта, Занину Валентину Петровичу. Единственное, я знаю, что Валентин Петрович всегда выступает остро дискуссионно. Не знаю, насколько это будет сегодня. Зачем нам лишняя острота, если можно что-то решить в процессе обсуждения? Ну, во-первых, я просто искренне порадовался, что с этой трибуны были принесены слова, что, ну, правда, самое важное является создание субъектности у специалистов, чтобы эти люди правильно понимали свое место в мире, правильно строили свою судьбу и судьбу окружающих. Поэтому из практических надел, да, из теоретических сначала, я думаю, что у нас тут постоянно клюют баллонскую систему, я думаю, что клюют ее, все, кто ее клюют, вообще не очень ее читали, а просто в переложениях разных. Баллонская система, что бы там ни было плохого, она дает одну хорошую вещь, причем просто выдающуюся. Все, что сделал человек, ему засчитывается, и его, если он переходит из одной структуры в другую, в третью, то это засчитывается, а дальше он осваивает новое. Так вот, в нынешнем мире, когда все меняется непрерывно и быстро, поступая на первый курс, как правило, любой человек не знает, что будет с этим направлением через пять лет. Очень часто. Ну, с исключением нормальных, так сказать, дисциплин, там материаловедение, еще какие-то вещи, но большинство не догадывается, что будет потом. Баллонская система дает понятные методы вот этого перехода. А наши люди, которые постоянно ее клюют, что там плохо учат и так далее, не надо учить. Если честно сказать, нужно научить человека вот именно двигаться, понимать и так далее. Я уж могу теперь это сказать. Когда я окончил институт, я примерно вообще не представлял содержания многих дисциплин, которые я успешно сдал. Я был спортсмен, два раза выступал на Олимпийских играх, приезжал на две недели, значит, каждый день по экзамену сдавал, прочитавшие, значит, лекции, где списывал и так далее, просто даже не догадывался. Значит, через год работы я выдался в одним из лучших специалистов очень крупного предприятия. Ну, а потом, да, как-то двигался и двигался. Поэтому вот эта субъектность и следование баллонской системы являются, на мой взгляд, важнейшими делами. Теперь как сделать субъектность? К сожалению, этому совсем не учат. Вот, и вот молодые люди должны знать вообще, что в жизни и как можно сделать хорошо. Они должны понимать, что они строят свою судьбу, и так как их всего там 5% активных, они еще отвечают за остальных 95%. Если им судьба дала быть такими, Бог дал лидерами, то на них висит ответственность за всех остальных. Это они должны это знать. А не так, как сейчас. Вот я продвинусь, а остальные, это быдло, пусть, значит, гибнет. Потом загибнут все. Поэтому вот этот первый принцип об человеческой ответственности людей, которые, ну, тут мы говорим о специалистах. На мой взгляд, это ключевое требование, чему надо учить. До специальности я еще найду. Дальше они должны понимать, что все, умерли старые трудовые отношения. Совсем умерли больше. Они поддерживаются, но это они умерли. Новые отношения требуют, чтобы человек был все люди, включая уборщицу, там, директора, со хозяевами. То есть такие понятия, как зарплата, должны быть просто из жизни исключены. Все должны получать только от дохода, от конечного результата. Если в виде зарплаты, можно прожить на минимум всем, от уборщицы до директора. А дальше каждый месяц есть доход, получают. Нет дохода, сосут лапу. Такой жесткий подход люди, специалисты должны, их нужно учить. Другого подхода не будет, иначе просто все загнется. Получатели зарплаты губят абсолютно все. Ну, об этом люди писали много, в том числе такие вещи, как надежно разрушить вообще все, это платить всем регулярно не очень большую зарплату. Тогда все погибнет. И страна погибнет, и предприятия, и все погибнет. Поэтому принцип, потому что никто не должен никогда получать зарплату, а получать только результат, это вот как бы должен быть стержневой момент в обучении специалиста. Они также должны знать, что есть некоторые важнейшие вопросы в экономике, которые просто не учит вообще никто. Например, такое, как должно быть абсолютно запрещено взимание налога на имущество. Имущество. Нельзя. Это разные вещи. То, что люди создали, никто не имеет права наложить руку. Следующий ключевой момент. Никогда нельзя отдавать свое. И вот должны вдалбливать молодым людям. Наша страна экспортирует на 500 с лишним миллиардов долларов, импортирует на 300, ну когда на 350, 150 положительный баланс. Каждые 150 тысяч долларов положительного баланса – это один покойник. Чтобы никто не удивлялся, почему у нас население каждый год не вырастает на миллион, а где-то болтается около этого. Это потому что мы свое отдаем. Это касается и страны, и эти молодые люди должны знать не только границы охраняют ракетами, но и экономические. Если они этого не знают, они будут соучастниками отдачи за заниженный курс рубля туда всего, и потом погибнут сами и их дети, и внуки. То есть некоторые фундаментальные экономические, они не экономические вопросы, это вопросы мировоззренческие. Они должны их знать. Ну и тут еще есть, много, но время не окончается. Поэтому, а вот как учить тогда? Я полагаю, что вот есть вузы, какие есть, и пусть они будут. И учат этих самых студентов там первые три или четыре курса. Как учат, так и учат. И где-то там на пятом, где на шестом курсе, или какие-то заказы, или сам студент поумнел, значит, что-то случилось, и пусть он перемещается. Угадать заранее и спланировать невозможно. Невозможно. Ну, то есть всегда ошибешься. Можно спланировать, но ошибешься. Значит, должна включиться в это дело огромная масса людей. Они должны знать, что это их жизнь. И они должны, вот так сказать, сначала арифметику-то выучить на первых трех курсах, а потом уже интегралы где-то на шестом, тем, кому нужно, они сами все найдут. То есть, вот тут как раз баллонская система, я заканчиваю. Значит, тут баллонская система как раз, и у нас тоже это нужно сделать и внедрить везде, чтобы была свобода поведения и необходимость этой свободы. И, наконец, последнее. То есть, учиться все должны только платно, только платно. Всем кредит, кредит беспроцентный, безвозвратный, погашается уплаченными подоходными налогами за всю жизнь. Значит, никаких возвратов кредита, как наш премьер, пусть он сам это самое отдает за то, что его учили. А вот молодые люди должны это получить, никогда не отдавать, а своим трудом отдать. Если же девушка родила, значит, это тоже засчитывать и так далее, и так далее. Значит, но люди должны отвечать, ничего нельзя давать, просто давать. Ну, это нельзя. Советский Союз чем виноват? Он слишком много давал людям и, можно сказать, честно, развратил. Я сам тоже был издавальщиков, у меня было 5 тысяч человек, я был ловкий, добывал всего много, значит, и так далее. И это, правда, я продавал, я квартиры не давал, и квартиры я продавал, ну, продавал там за 250 долларов, за 500 долларов, но только продавал, никому ничего, ругались до невозможности. Ну, вот, спасибо. Спасибо, Валентин Петрович. Нет, все-таки мои надежды Валентин Петрович не обманул, он успел высказаться и по баллонской системе, что не во всем верно ее клюют, и по поводу того, как за кредит и не за кредит учиться. При этом прозвучало гуманитарное, очень важное, да, что такое не подходит, все умрут, а я останусь, как назывался фильм, да, это тоже тому, что должна научить высшая, в том числе, школа. Но поскольку был тем более затронут вопрос зарплаты, я не могу не предложить сейчас слово Сергею Николаевичу Чигункову, председателю Московской городской организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Я не знаю, насколько пойдет речь о зарплате, но, тем не менее, понятно, что это тоже входит в круг интересов профсоюзной организации. Большое спасибо за предоставленную возможность, но, тем не менее, я бы сначала коллеге ответил с точки зрения зарплаты или дохода. Значит, я с вами согласен, что каждый должен получать от результатов общего труда. Но, что мы сегодня имеем? Если мы берем строительство, то перешли на 12-часовой рабочий день, да, а зарплата в два раза не увеличилась. Значит, если мы берем оборонно-промышленный комплекс, который, в общем-то, я представляю как профсоюзный, то же самое. Поэтому, вот гарантии у человека должны быть, потому что нельзя из человека выдавливать те моменты, за которые он не отвечает. Здесь вопрос к топ-менеджерам, да, вот они должны получать доход, а не зарплату. Если предприятие проваливается, то все топ-менеджеры не должны получать ни рубля. Теперь вернемся к теме нашей конференции. Но я тоже буду краток, поэтому о чем мне хотелось бы сказать. Значит, вот если мы делали кадровый анализ на авиационных предприятиях города Москвы, а наша организация, значит, объединяет 44 предприятия авиационной отрасли промышленности. Значит, что мы в результате вот этого анализа, значит, получили? Значит, какие недостатки? Первый, это неконкурентный уровень заработной платы. Значит, если раньше в Советском Союзе средняя заработная плата на авиационных предприятиях была на 10-20% выше средней городской, сегодня заработная плата, значит, просела и очень серьезно. Фактически заработная плата на авиационных предприятиях, ну, где-то на 30%, а то и 40% меньше, чем заработная плата по городу Москве. Дальше, в связи с реорганизацией отрасли, значит, мы потеряли социальную сферу, но это понятно, потому что, значит, начали смотреть на предприятиях вопросы, связанные с выработкой на одного человека. Поэтому все, что не касалось производства, начали выводить, значит, с предприятий, и в результате, значит, мы выплеснули вместе с водой ребенка. Почему? Потому что не только заработная плата важна для человека, но и социальные благи, которые дают предприятия. Следующий момент, о чем здесь говорилось, по поводу невысокого престижа. Ну, вот ситуация у нас как выглядит? Значит, если нет зарплаты, хотя бы дайте престиж. Что у нас делает Минпромторг? Да, в соответствии с постановлением правительства, значит, они приняли, что только одна награда может давать человеку право на получение ветеран труда и льготы после выхода на пенсию. Значит, вот из 44 ведомств и министерств, только два министерства, которые ограничили, значит, получение этих наград, введя квоты. Это Минпромторг. Значит, они планируют одну награду на 500 человек ежегодно. Что это такое? Где престиж? Следующий момент, о чем говорили здесь, тоже мы подтверждаем, что специалистов 35-45 лет на рынке труда у нас практически нет. И, к сожалению, снижение количества и качества подготовки в профильных вузах. И следующее, ну, одно из последних, это резкое двухкратное сокращение притока трудовых ресурсов в ближайшие 10 лет. Значит, как сейчас выкручиваются предприятия, значит, для того, чтобы выполнять гособоронзаказ? Значит, если мы берем производственные, производственных рабочих, то сейчас практически на всех крупных предприятиях введен вахтовый метод. То есть человек работает по 12 часов, значит, и в течение месяца потом эту группу людей, значит, отвозят, привозят следующих. Откуда берут людей или работников? Это Ярославская область, это Нижегородская область, это Молдавия. Ну, еще можно несколько регионов назвать. Значит, ну, здесь коллега приводил процентное соотношение, сколько же ИТР работает по своей специальности. У него получалось 35%, но 35%, если это анализировать Ростех по всей России, если говорить про Москву, то всего 10% у нас, значит, выпускников, которые работают по специальности. И это большая проблема с точки зрения Москвы. Почему? К сожалению, до сих пор, что у нас происходит в Москве, дорогая земля, дорогие людские ресурсы, поэтому потихонечку выводятся промышленные предприятия из московского региона. И молодым людям, которые получают техническое образование, негде работать. По горизонтам планирования, действительно, здесь это большая проблема. Почему? Потому что все, значит, федеральные программы, они где-то на уровне 5-7 лет, ну, до 10, вот, принимаются. К сожалению, значит, вот эти моменты не дают вот этот вот горизонт планирования делать. Почему? Потому что, к сожалению, еще у нас... Заканчиваю. К сожалению, у нас еще топ-менеджеры не той квалификации, не того уровня. Значит, вот могу сказать, что по авиационным предприятиям города, значит, из 44 предприятий у нас поменялись директора на 36, а на некоторых предприятиях у нас меняются в течение года по 7 раз. Поэтому с таким руководством, естественно, никакой кадровой политики не может быть. И временщики, которые приходят на предприятия, не могут решить вот эти вот вопросы, связанные с кадровым потенциалом предприятия. Спасибо. Спасибо. Отчасти тему авиационной промышленности, насколько я понимаю, продолжит наш модератор Ольга Аркадьевна Александровна, доктор экономических наук, заместитель директора Института социально-экономических проблем народа населения РАН, профессор. Приготовится коллегия Соболева, Ирина Викторовна. Коллеги, наш институт, когда задумывал вот эту секцию, мы в том числе полагали, что необходимо нам обсудить те результаты нашего крупного проекта, который мы реализовывали в течение трех лет, именно по возможности долгосрочного планирования кадровых потребностей. Понятно, что ситуация очень противоречива, есть позитивные моменты, нет худа без добра, санкции вскрыли нашу уязвимость по критическим направлениям, но одновременно остается обременение в виде нашего присоединения к ВТО нищим региональным бюджетам, которым на инвестиции не хватает, сокращением осигнований на ту сферу, которая, собственно, кадровый потенциал и должна формировать. И вот нам было важно понять, как в таких условиях предприятия, могут ли они планировать, как это сказывается на системе профессионального образования и так далее. Я только несколько намечу таких штрихов, а потом еще двое моих коллег, они осветят различные аспекты нашего исследования. Вот мы спрашивали, собственно, какие вопросы мы задавали руководству предприятия, какое сегодня положение, как они оценивают динамику за последние пять лет, как могут ли они планировать на три-пять лет в более долгосрочном плане, помогают ли им планировать принятие в 2014 году законов о стратегическом планировании, о промышленной политике, стала ли политика правительства более предсказуемой, последовательной, понятной. А если нет, то могут ли предприятия и отраслевые ассоциации доводить до руководства страны свои представления о том, что нужно сделать, чтобы промышленность могла стабильно работать и долгосрочно планировать. Ну вот у нас методология исследования, было выбрано две группы регионов. Одна группа – это три области Новосибирска, Нижегородска, Воронежская, в которой традиционно сильно развиты наукоемкие отрасли авиастроения, судостроения, приборостроения и так далее. Еще три региона с сравнительно высокой тоже традиционной долей легкой пищевой промышленности АПК – Ивановская, Краснодарский край и Республика Адыгея. И три группы респондентов. С одной стороны, руководство предприятий, отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат региональных. С другой стороны, руководство учреждений среднего профессионального образования и вузов. И третье – это непосредственно учащиеся учреждений СПО и высшего образования, которые готовят кадры для вот этих приоритетных отраслей. Ну и результаты исследования. Ну понятно, что есть дефицит кадров, провал среднего возраста, об этом подробнее расскажут мои коллеги. Понятно, что приоритетным отраслям трудно конкурировать за молодежь с торговлей и сервисными отраслями. Есть еще отягощающие моменты, связанные в одних отраслях с тем, что очень много в тени находится эта текстильная промышленность, в других отраслях типа АПК с тем, что труд мигрантов в значительной степени используется. Ну а главное, все-таки проблемы связаны с немодернизированностью и низкой рентабельностью. Ну понятно, почему-то уже не буду, говорилось много буквально начиная со вчерашнего первого пленарного заседания, да, это все то же самое, дорогой кредит, дорогие услуги естественных монополий, незащищенный внутренний рынок и так далее. И согласно тому информации, которую мы получили, эти фундаментальные факторы принципиальным образом не меняются. Горизонты планирования, о которых говорил Сергей Николаевич, действительно очень краткосрочны. Надежный горизонт планирования везде это один год, да, иногда это может быть среднесрочный, но надежно это один год. При этом, как нам говорили, вот эти вот принятые законы о стратегическом планировании промышленной политики практически никак не влияют на удлинение вот этих вот горизонтов планирования, потому что являются, по мнению наших респондентов, в общем, такими прекраснодушными декларациями пока. А вот реальное влияние на инвестиционное поведение предприятий оказывает только конкретные экономические меры, там в виде субсидирования кредита или, допустим, предоставляния кредита под низкий процент из фонда развития промышленности. Но это мало кто может получить. Ну вот еще одна проблема, связанная, которая кадровый голод продуцирует. По ряду специальностей просто резко сокращена или просто прекращена подготовка. Там это ткачи, придильщики и так далее. Это уже связано с реформой образования, потому что невостребованные направления подготовки учреждения профобразования просто закрывают, потому что у них подушевое финансирование. Соответственно, нету этих кадров, работодатели думают, стоит ли им инвестировать. Предприятия остаются устаревшими технологически, молодежь, они не привлекают ни технологиями, ни зарплатами. И вот этот замкнутый круг проходит. Вот я специально вынесла, в том числе и знаю, что будет здесь Сергей Николаевич, пример из области авиастроения. У нас и в Новосибирске, и в Воронежской области как раз попадали нам авиастроительные предприятия. Значит, ну самое главное, вот все на самом деле из комплекса факторов. Значит, вот Воронежское авиастроительное предприятие. Да, сначала не было кадров на тот заказ, потом вроде появилось. Но появилось как? Не в том количестве, которое делает предприятие рентабельным, потому что не соответствует производственным площадям. Теперь следующее, тоже то, что завязано на стратегическое планирование. В отличие от наших зарубежных конкурентов, делаются самолеты в таком количестве, что это, по сути, штучный вариант. А когда это штучное, а не серийное производство, ни о какой эффективности, в том числе экономической, говорить невозможно. Но вплоть до того, что раньше, нам говорят, это было опытный сначала завод выпускал, потом это отдавалось серию. Теперь серийный завод выпускает, по сути, опытный образец, и то в количестве двух штук. А что будет дальше, совершенно непонятно. И вот как они специально, я вот такую прямую речь дала, что говорят, у государства есть программы. Сергей Николаевич тоже говорил, но тут вопрос, что программы бывают есть, но только в контракты конкретно они не воплощаются. И вот, например, допустим, в программе в какой-нибудь будет написано, что в 2025 году будет выпускаться 25 самолетов, но когда наступает этот год, оказывается, что их будет 5. А как тут планировать? А что сказать можно в этом случае вузам? И понятно, что это точно так же с учетом, я почему-то тоже остановилась подробнее на авиастроении, мы понимаем, что это за отрасль по ее важности, по ее мультипликативным эффектам. Понятно, что происходит со смешниками, вплоть до вот такой курьезной, но грустной ситуации. Самолет построили, а единственная фирма, выпускавшая кресло, успела обанкротиться. И что теперь с этим делать? Значит, теперь вот та же самая тема, которую затронул Сергей Николаевич. Проблема, сейчас буду заканчивать, проблема управления этими отраслями. То есть, во-первых, нет у нас того, что нужно для стратегического планирования, это какие-то долгосрочные, очень четкие, с ответственными и так далее, конкретными мерами программы. А с другой стороны, у нас проблемы с управлением. Вот как вылагают авиастроители, что новый такой способ, проектное управление в авиастроении, оно тоже имеет свои дефекты, потому что теряется вот это вот начало, единоначалье необходимое. С другой стороны, вот те самые менеджеры, о которых тоже говорил Сергей Николаевич, которые в основном экономисты, которые не понимают, где надо, где, в чем зиждется природа эффективности. Вовсе не в том, где они ее ищут, сокращая, в том числе и на каких-то нужных проблемах. Ну, буквально одно слово, проблема системы профтехобразования, понятно, она лежит на пересечении. С одной стороны, положение, в котором находится отрасль, для которой готовятся кадры, а с другой стороны, вот та самая реформа образования. Школы бьются, чтобы у них остались школьники, перешли в 10 класс, хоть самые не тянущие программу, потому что тогда на эту душу будет выделено средство. И одновременно эти дети не идут своевременно в учреждения НПО и СПО. А точно так же невозможно отчислить нерадивого учащегося, потому что тогда тебе придется сокращать преподавателя. Не хватает мастеров производственного обучения, которые бы сопровождали на практиках, а рабочим некогда заниматься, сдельщикам обучением и так далее. То есть вот одна за другой тянутся вот эти проблемы. Ну, как кадровые проблемы будут решать? Ну и последнее только, что в принципе все опрошенные нами руководители предприятий, представители отраслевых ассоциаций, все хорошо понимают, что нужно для развития их отраслей. Вот перечень указан, что нужно, насколько могут, они доводят, пытаются доводить свое мнение до структуры управления, но пока, видимо, судя по тому, какая ситуация, не очень успешна. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Аркадьевна. Мы все-таки прервем столь профессионально выполненное исследование. Результаты мы сейчас услышим через выступление. Я все-таки предоставлю слово Ирине Викторовне Соболевой, доктору экономических наук, заведующей Центром политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики Ирана. Кто-то, кто у нас не читает? Да, Ольга Николаевна Теперекова, просьба приготовить. Вот. Ну, тематика моего доклада – это некая интермэция. Я бы охарактеризовала так, потому что я буду говорить не сейчас, не о конкретных проблемах с кадрами для приоритетных отраслей, потому что существует еще некий ракурс, достаточно важный, на мой взгляд, который не касается непосредственно конкретной проблемы вот этого, так сказать, дефицита инженерных кадров прежде всего. Это фактор связанный с тем, что сейчас в очень быстро меняющейся реальности достаточно большое количество людей испытывает трудности с приспособлением к ней, с тем, как им адаптироваться к жизни и как им адаптироваться к рынку труда. И все это происходит на фоне вот того списка проблем, о котором мы говорили. То есть, с одной стороны, это демографические дефициты, нехватка рабочей силы, с другой стороны, это потери престижа, потери престижа преподавателя, быстро меняющейся реальности, не только, кстати, из-за зарплаты, но и из-за других проблем. Поэтому вот давайте посмотрим, это данные комплексного наблюдения уровня жизни населения российского. Вот самая простая вещь. В современной реальности возникает такая вещь, как новый аспект, я бы сказала, функциональной неграмотности. То есть, если изначально, вы знаете, когда доклады о человеческом потенциале начали публиковаться, там рассчитывалось что? Доля грамотных, да? Потом этот показатель дополнялся показателями, кто закончил какой уровень образования. Вот. Потом появилась функциональная неграмотность. То есть, утрачивается значение, да, просто, потому что в основном люди читать, писать умеют. Но выясняется, что есть какой-то круг достаточно большой, который не умеет, скажем, разобраться в инструкции, как запустить стиральную машину. Вот сейчас современный этап. Это новый уровень функциональной неграмотности. То есть, люди, которые не могут пользоваться тем, что уже сейчас предлагает цифровая экономика, будь то это то, что сделано у нас, будь то это то, что сделано за рубежом. Как в жизни, так и на рынке труда. Ну, цифры вы уже посмотрели, да, вы видите, что, так сказать, скачок произошел определенный в охвате населения вот теми необходимыми навыками и теми необходимыми возможностями, которые сейчас есть, уже появились. И в том числе колоссальный скачок произошел в сельской местности. Но тем не менее, отрыв города от села очень большой, да. И если мы посмотрим место России, место России в охвате компьютеризации и в охвате интернетом, то мы увидим, что место России, вот это данные Евростата, да. То есть, казалось бы, в общем, 70% не так много с одной стороны. Но с другой стороны, видите, все развитые страны, это больше 90%. То есть, в России есть 30% населения, которое к цифровой экономике не имеет вообще никакого отношения. Никак, ни компьютер, ни интернет. Вот эти 70% – это люди, которые, так сказать, тут большая доля тех, у кого навыки очень примитивные. А между тем, в окружающей жизни и на работе все это требуется. Если мы посмотрим по возрасту, тут немножко сложный график, да, потому что четыре столбика. Но мы видим, что как бы у молодежи уровень компьютерной гражданности, и то же самое будет с интернетом, я не стала второй график делать, близок 100%. Но я обращаю внимание близок. Вот если бы вам сказали, да, что там 5% населения читать, писать не умеют. Или 95% умеют, как бы, вот как к этому относиться. Вот есть этот проблемный кусочек, с одной стороны. С другой стороны, видите, очень большой гендерный разрыв и очень большой разрыв поколенческий в возрастах. То есть высокий уровень только у молодежи. И поэтому получается вот этот диссонанс, когда, так сказать, люди, которые учат, они менее компетентны во многих вопросах, чем те, которых учат. Это с одной стороны. С другой стороны, они более компетентны в массе других вопросов. Но за счет вот этого разрыва в очень важной части, они теряют авторитет. И уже не могут передать вот те самые навыки креативности, те самые soft skills, которые не только компьютерные. Потому что авторитета нет, так сказать, на самом поверхностном уровне. Ну, вот это я, так сказать, листая, вы видите, разрыв города-села. И вот разрыв всего населения и той его части, которая имеет инвалидность. Понятно, что инвалидность бывает разная. Да, то есть есть люди, инвалиды, которые просто, так сказать, все его, так сказать, специфики этой инвалидности освоить не могут. Но здесь речь идет даже о домохозяйствах. Да, то есть есть ли интернет в семье. Вот и получается так, что появляется некий круг людей, в том числе и молодых, которые, казалось бы, более всего нуждаются в том, чтобы на себя примерить и осознать перспективы, так сказать, преимущества, которые цифровая экономика предоставляет. Это более актуально в населении, чем в городе, это понятно, да? Это более актуально для человека, который лишен возможности передвигаться, чем кто-то может. Но, тем не менее, именно эти люди оказываются, так сказать, оказываются в обделенной части. Ну, вот это, так сказать, данные, самые первые прикидки, приблизительные. То есть вот факторы риска, кто оказывается вне, так сказать, цифровой экономики, даже в первейшем приближении. Ну, с одной стороны, это социальная проблема, с другой стороны, это проблема экономическая, потому что это как бы незадействованный трудовой ресурс тоже. Вот, теперь последний маленький сюжет, это как бы почему? Да, это связано с бедностью, да, это связано с силом, но еще это связано и с ментальностью, потому что, в принципе, возможности есть. Если посмотреть, почему нет, то самая, как бы такая вот часто встречающаяся причина, эти люди не ощущают необходимости выйти в интернет и задействовать вот этот потенциал. То есть они не знают, чего у них нет, как вот, как и Аланта, да, она не знала, что она слепая, да. И вот это как бы последний момент, да, люди в интернет выходят, но для чего они выходят? Вот я, так сказать, последний столбик, это сопоставление с Европейским Союзом. Ну, вы видите, что самые большие, вот, так сказать, семимильные шаги, да за пять лет, стали значительно чаще выходить в интернет для того, чтобы проводить какие-то финансовые операции, что-то покупать, продавать. Но есть вот сюжет поиск и выполнение оплачиваемой работы, где роста практически нет. С дистанционным обучением, да, видите, просто, так сказать, провал произошел. Я не знаю, почему это так, это нуждается в дополнительном исследовании. Но как бы, так сказать, последний тезис, это просто информация к размышлению. Вот эти люди, которые, так сказать, по интернету работают, это группа худо-бедно, но растет, и дальше она будет расти дальше. Это группа, которая оказывается, с одной стороны, там, если провести анализ, это квалифицированные люди, и многие, кстати, относятся вот именно к тем кадрам, которые цифровую экономику двигают. Но, с другой стороны, они работают на многих работах, они работают дома, и они выходят, попадают за пределы трудового законодательства. Потому что трудовое законодательство, трудовой кодекс, который существует сейчас, он совершенно не ориентирован вот на те новые формы занятости, которые не очень успешны, но, тем не менее, возникают, и будут возникать в России дальше. Так, все. То есть, надо как-то вот какие-то вещи с этим делать. Спасибо. Аплодисменты, конечно, вот как-то под... Не-не-не, не к вам вообще, вопрос подвесить. Мы точно не заблуждаемся, когда не путаем два понятия. Побежали мы опять за одной очередной компанейщиной цифровая экономика, или мы все-таки говорим о цифровизации процессов, там, в экономике. Ведь, мне кажется, это два разных понятия. Цифровая экономика, которая производит товары и услуги только через цифру. Но ведь у нас очень много направлений и отраслей, которые не работают через цифру, и, вполне возможно, и не будут работать. Но они все равно продолжают производить товары и услуги. Особенно все, что связано с креативом, индивидуальностью. Александр Георгиевич, спасибо, что поставили вопрос, который мы будем тоже осмысливать. Я прошу начать свое выступление Ольгу Николаевну Четверякову, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и политики стран Европы и Америки, МГИМО, МИД Российской Федерации. Спасибо большое, друзья, что предоставили мне слово. Вы знаете, эта тема, что я хотела его затравить, она настолько обширна, что я не знаю, как мне между нами говорят. Не вот потому, что сейчас затруднены те темы, причем в позитивном плане, которые как раз мы рассматриваем с точки зрения того, какой сильнейший удар они наносят по нашему обществу, по системе образования, по нашей науке, по нашему промышленному нашему суверенитету, с хозяйством суверенитета. Поэтому я в итоге немножко перевернула свой разговор. Дело в том, что цифровая экономика – это очень большая ловушка. Речь не идет о цифровой экономике. Речь не идет вообще об экономике хозяйства, потому что новейшие технологии, инновационные, которые сегодня обеспечивают промышленный прогресс в той же Германии, откуда пришел сам этот термин, четвертая промышленная революция, индустрия 4.0. И речь идет об использовании информационных технологий компьютеров, промышленном производстве. У нас этого нет. У нас, когда в этой цифровой экономике речь идет об оцифровке системы управления, об оцифровке системы образования, системы здравоохранения, медицины, потому что в программе цифровой экономики прописано, что основным фактором производства становятся большие данные. То есть все мы должны перейти в систему цифры. Как говорил Греф, человек не будет иметь значения, будет иметь значение только его цифровая копия. Вот о чем идет речь. Нужно это необходимо для того, чтобы иметь максимально больше данных, персонально-биометрических данных, о каждом человеке, потому что это обеспечивает доступ к человеку, и знание о нем современному IT-бизнесу, с транснациональным бизнесом. Таким образом, имея всю информацию о покупателе, они полностью его контролируют. Вот и все. Очень простая вещь. Ни о какой экономике, реальном развитии хозяйственного производства, развитии мышленностроения, станкостроения, медицинских технологий, органического землепользования, на которое сегодня переходит весь прогрессивный, часть сельскохозяйственного сообщества, об этом вообще речи не идет. Наоборот, цифровая экономика, эти деньги, которые вбухивают в программу цифровой экономики, в частности, национальная технологическая инициатива, которая имеет такие направления, как нейронет интерфейс, мозг-компьютер, искусственная пища и прочая вот эта вся дребезень, это все направлено на то, чтобы громадные деньги изъять из бюджета и помешать развитию действительно тех научно-технологических проектов, стратегических, которые могут обеспечить наше лидерство, научно-техническое, и направить его в трансгумунистические проекты, половина при этом денег идет в карман определенным деятелям, а другая половина идет вот на составе вот этих совершенно никому не нужных проектов, чипизация, камеры, слежка, тотальная и все прочее. И все в таком духе. Поэтому вот это кратко о том, с чем это связано. Теперь что касается образования, то то, что я хотела сказать, кратко, совершенно буквально тезисно. Дело в том, что, вы знаете, когда мы уже сталкивались с той эпохой, когда у нас был очень серьезный разгром в системе образования и науки. Это были 20-е годы, когда реализовывался троцкистский проект, когда вместо образования, вместо педагогики, на вас педологии и все прочее. За 20-е годы действительно уровень образования упал до такой степени, что люди, понимавшие что-то в математике, дети, составляли где-то 2-3% от всех детей. Затем происходит реформа возвращения, обеспеченная непосредственно лично Сталином, который возглавил отдел школы в ЦК ВКПБ, возвращение классической русской гимназии к классическому русскому образованию. Это происходило в течение 30-х годов, что обеспечило подъем, общий подъем образовательный. Но коренной переворот, революционный переворот, в хорошем смысле слова, происходит в 43-45-м годах, когда восстанавливается все классическое образование. И фактически закладываются все лучшие черты советского образования, которые обеспечили мощный взрыв, научный, технический в России в конце 40-50-х годов. То есть нашу науку, все технические достижения, которые мы имели затем и позже, делали те люди, которые получили образование в второй половине 40-х годов, которые основаны на новом стиле образования. Значит, что произошло дальше? Мы должны очень хорошо понимать, что мы существуем в мире, в котором идет страшная геополитическая борьба. Ключевая вещь, которую сказали американцы, один из американских специалистов, дает нам возможность понять, что такое образование, что такое науку, и почему с ним такое сегодня происходит. Значит, один из американских офицеров, который отвечал за изучение системы образования в 62-м году, когда уже произошел запуск спустника, сказал следующее. Для нас самая страшная и главная опасность представляет не советский военно-промышленный комплекс, а советская система образования. Поэтому, когда началась перестройка, главные внимания, главные силы были настроены на то, чтобы разрушить советскую систему образования, оставив только те очаги, те, так сказать, фрагменты, которые могут обслуживать американский бизнес. Вот именно так осуществлялась эта реформа. Сначала убрали советское образование, затем по стандартам Всемирного банка по документам, которые опубликовал наш ректор гуманитарного университета Ильинский Игорь Иванович. Эти документы были опубликованы, впервые именно им в документе 96-го года. Было планомерно, фактически, демонтировано советское образование. И все, что делалось потом, ликвидацию общеобразовательного пространства, введение этих госов, стандартов, дали введение ЕГЭ, дали введение в Болонскую систему. Все это в итоге привело к тому, что фактически наше образование действительно реально перестало быть суверенным и стало подстраиваться под западные стандарты. Теперь что такое Болонская система? Болонская система и ее принципы были разработаны европейским круглым столом. Это круглый стол европейских промышленников, который был создан в 83-м году, который осуществлял перестройку западной элиты, европейской бизнес-элиты на глобалистские стандарты для того, чтобы встраивать его в евроатлантическое пространство. Именно они разрабатывали документы, в которых было прописано, что знания больше не нужны, нужны компетенции, которые должны удовлетворять потребности современного продвинутого IT-бизнеса. Все. После этого европейцам навязали эту Болонскую систему, а разработчиками основных принципов, естественно, это были американские университеты, которые представляют очень большое, очень сильно отличаются от европейских университетов. Европейские университеты, они близки нашим, это в основном государственные университеты, которые тесно связаны с традициями образования в Америке, американские университеты представляют собой частные корпорации, которые производят, продают знания, производят технологии, которые, опять-таки, продаются американским корпорациям, встроенный военно-промышленный комплекс США. И самая главная вещь, от которой у нас никак не могут понять, что американские университеты, ключевые американские университеты, они являются одним из стержневых структур американского военно-разведывательного комплекса. Поэтому, когда американцы создавали баллонскую систему, необходимо было встроить европейский университет, а затем и наши, в единое глобальное образовательное пространство, в котором они доминируют, в котором они являются ведущими игроками, для того, чтобы обеспечить перекачку мозгов из России, разрушающейся, из Советского Союза, с разрушающейся экономикой. Мы знаем, как закрывали наши предприятия, ведущие предприятия, как ликвидировали наши ведущие, научно-технические центры. Значит, переманить ведущие кадры. И мы знаем, что в силиконовой работе работают десятки тысяч русских ученых, ученых, прибывших из России, так же, как и в других сферах. Мы потеряли эти кадры навсегда. Почему? Потому что обратно они уже не смогут вернуться, им просто этого не дадут, если только не будет какая-то чрезвычайная ситуация. Далее переманивать талантливых студентов талантливые мозги и от вины перекачивать какие-то разработки, прикладные технологии, которые могут позволить им развивать свой IT-бизнес. Дальше вся модель сегодняшнего управления строится таким образом. Значит, ведущую роль в развитии IT-бизнеса играют кластеры, даже не ведущие страны, а кластеры, которые заинтересованы следующим. Потому что в других странах, развивающихся, куда они включают и Россию, фактически была обеспечена деиндустриализация и создавались только отдельные такие кластеровые очаги, которые работают на ведущие американские кластеры. Вот и все. Поэтому и вся система подготовки кадров у нас такова. Кому мы готовим кадры? Для кого? Если у нас нет новейших технологий, если наше предприятие станкостроение, машиностроение, ведущие, о которых мы говорили, они фактически не представляют не только что никакой конкуренции, они фактически разрушены. Для кого мы производим кадры? Естественно, для тех. А здесь большинство наших ребят получают образование экономистов, финансистов, маркетологов, где им работать, где, в каких структурах. Понимаете? Поэтому тут речь нужно смотреть на голову, на то, что происходит наверху, какова стратегия наверху. А стратегия эта такова, что фактически нас встраивают вот эту вот кластеровую систему, этого цифровой экономики, которая является глобальным проектом. И программа цифровой экономики, которая у нас была принята в 2017 году, она разрабатывалась Всемирным банком по инициативе Всемирного банка. Это все можно в открытых источниках найти. Поэтому пока у нас не будет суверенного, суверенной экономики, суверенного стратегического, социально-экономического курса, пока у нас не будет суверенного образования, которое ставит цели и задачи для обеспечения нашего общества, развития нашего общества, все остальное, вот все эти проблемы, они будут не просто только накапливаться, они в итоге примем тоже катастрофический характер и приведут к такому распаду, когда действительно нужны будут уже чрезвычайные меры. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга Николаевна. Я прошу, хочу предоставить слово Новгородовой Олене Викторовне. И если Ольга Николаевна говорила об одном глобальном факторе, да, в глобалистских интересах транснациональных корпораций, то Олена Викторовна, как я понимаю, затронет такой глобальный фактор, как фактор климатических изменений, что для России с ее северными территориями очень важно. Пожалуйста. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Я приветствую всех участников Московского экономического форума. Вот, неплохая площадка, которая в течение уже нескольких лет, в общем-то, мне кажется, доказывает свою эффективность. Вы знаете, да, готовясь к выступлению, я, собственно, и среагировала на попытку ответить вопросы именно нашей конференции, и в частности, возникают ли предпосылки для стратегического планирования трудовых ресурсов. Именно отсюда у меня пошел акцент в нашу Арктику. Поэтому доклад мой называется «Человеческие ресурсы в северной экономике. Фактор климатических изменений». Хочу напомнить, ну, собственно, это вот Российская Федерация, и вот кружочек это и есть, Заполярье. Частично в Заполярье находятся семь наших субъектов. Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ямало-Ненецкий, соответственно, Красноярский край, Республика Саха-Якутия и Чукотский автономный округ. Вот этим, да, нажимается? Ага, вот так. Россия в этом столетии и в следующем будет прирастать Арктикой. Здесь основные запасы сырья, здесь будущие транспортные артерии, северный морской путь, поэтому шаги, которые мы делаем, важны для страны в целом. Ну, с точки зрения экономии времени, я, конечно, не буду перечислять разведанные запасы нефти, цинка, молебдена, никеля. Республика Саха, это действующие 47, и причем 93 процента добываются в кимберлитовых трубках. Но скажу только одно, что по данным экспертов ООН, запасы сырья и в 28 триллионов долларов справочно в США, это 8 триллионов долларов, из которых 80 процентов находятся в нашей Арктике, в Заполярье. Здесь мне хотелось обратить ваше внимание на следующее. На этих территориях живет в среднем 2 миллиона человек, из которых к малым народам, коренным народам севера относятся в среднем 300 тысяч человек. Даже, ну, понятно, слайд не очень удачный, но здесь я ставила задачу показать, что только здесь около 30 разных национальностей, которых мы, конечно, знаем. Самые яркие там, ненцы, якуты, а так их значительно больше. Но это то самое коренное население, которые исконно жили на этих землях и генетически максимально к ним приспособлены. Этим заполярные города самые депрессивные в России, не только потому, что климатические условия, мягко говоря, сложноватые. Естественная радиация, ну как, полярная ночь, длинная. Поэтому, позволю себе рассказать, что не только те 300 тысяч коренных народов, но и те 2 миллиона, безработица, климат, алкоголизм, ну, конечно, они наиболее ярко выпячиваются по сравнению со всем нашим остальным населением. Что не может не вызывать, просто взяла самую яркую, пожалуй, отрасль, это нефтедобыча. На сегодня там присутствуют, ну, все российские компании, государственные, частные, Роснефть, Татнефть, Башнефть, Лукоэл. Особенно меня умилило, что первые по добыче Вьетпетру. Ну, конечно, вьетнамцам, чего бы не дать. Очень умилительно выглядит большой объем добычи Арабских Эмиратов. Дальше сегодня не только дело Скрипаля. Нас традиционно любит Великобритания. Бритиш Петролиум чудесно осваивают наши нефтяные залежи. Так, безнаказанно, я бы сказала. Вот, на этом фоне. Как же происходит? Куда же уходит та самая добытая нефть? Танкерами в Норвегию сырая нефть за три копейки. Таким образом, сравнивая Норвегию и Россию, Норвегия, напоминаю, по добыче нефти 14 место в мире, Россия второе, ВВП, в Норвегии третье место в мире, против 67-го в России. Уровень жизни в Норвегии третьем, мы 72-е. Образование четвертое место, мы 34-е. Восприятие коррупции, ну, даже хочу пропустить, умалчиваю, по продолжительности жизни Норвегии. Очень северная страна, живут 14-е место в мире, мы 116-е. Здесь привела не нашего русского географического общества, а международного института интерактивная карта глобального потепления. Вот здесь как раз и перехожу к горизонту более чем стратегического планирования. К 2050-му году, как вы видите, уже вот известное нам Заполярье, это самые неблагоприятные последствия, которые нас ждут. Поэтому позволю себе подискутировать с уважаемым Владимир Владимировичем, север нужно осваивать вахтовиками. Нет, Владимир Владимирович, наверное, ну, я была неоднократно во всех этих семи субъектах федерации, поэтому свидетельствую, нормальные европейцы там не живут. Машкара такая, что даже олени гонятся стадами к Северному Ледовитому океану, потому что это жить невозможно. Буквально через часок-два может дойти скелет твой от вот этой мошкары, которой только заходишь. Дальше, такой, ну там, скажем, мелатонин, он вообще не производится, потому что полярная ночь. Представить жуткое количество вахтовиков, ну, видимо, как космонавтов, можно, но только в страшном сне. При сегодняшнем, напомню, 2 миллиона населения, вообще-то, потребность около миллионов пяти. Он где столько найдет? Вот. Поэтому на сегодня, хоть и создан координирующий орган государственная компания по развитию Арктики, точно знаю, что кадровый вопрос там рассматривается исключительно формально. А вот такие профессии, как и геодезисты, напоминаю, там почти все построено на вечной мерзлоте. Поэтому, когда вся инфраструктура поплывет, и не только затопление, болото, миазмы, газ, метан, как таковой, ну, вот у северных народов есть, например, такая легенда, рано или поздно Земля перевернется, и океан все затопит. Ну, если ни один не может ответить, да даже ладно мы, экономисты, демографы, специалисты не могут ответить, а что такое нефть? Это еще органика или неорганика? А никто не знает. А когда ее выкачивают, пустоты чем заполняются? Воздухом или водой? По-разному. То это все, я вот пожаловку так специально поставила, вот, поэтому про выходовиков, то, что необходимы кардинальные изменения, и всерьез пора заняться стратегическим регионом, я думаю, что никто возражать не будет. И вот в качестве, опять же, не уходя далеко от любимой нефтянки, мера та самая, это, ну, например, строить НПЗ. НПЗ, как таковой, ну, точно, абсолютно, губительный экспорт сырья уберет при наличии рабочих мест местным жителям, и прибыли государства, слово государство, самое главное слово, чтобы не списывать расходы, ах, как им тяжело в этих ужасных регионах, поэтому они только НДПИ в лучшем случае платят, и в местном региональном бюджете доходы, хоть и самые высокие, но отнюдь не покрывают даже взятые, закрепленные федеральным законодательством, расходы местных региональных бюджетов. Еще, я же про предложение, я же не только про негатив, вот, поэтому, возвращаясь от экономики, и НПЗ, это только один из примеров, я вот все к социально-экономическим условиям, то бишь к социалке. Так вот, не только поддержка социальных народов, но людей, вообще-то, напоминаю, надо, при глобального фактора, глобальное потепление этом риске, около 5 миллионов, соответственно, школы, филиалы столичных вузов, курсы переквалификации, более того, я бы сказала, обязательное наставничество, вот, оно просто в этих районах необходимо. Могу долго еще плакаться, ну, например, мы ктиторы, ну, помогаем православному храму, где река Печора впадает в Северный Ледовитый океан, в одном из поселочков Индика, там работы нет вообще, никакой, вот, вообще, в рамках Северного завоза основная, основной прилавок бухло, вот, вот, московские вафли с Северным завозом, я говорю, рыбки бы, Печора и Северный Ледовитый океан, нету, я говорю, хорошо, оленинки бы, парной, нету, так вот, самое прискорбное, у них даже медицины нету, если кто решит рожать, или там что-нибудь, не дай бог, случилось, вертолет посыпается, посылается из Нарьянмара, это к вопросу медицинской помощи, дореформировались, акушерские пункты и топа пропадали, вот, поэтому, как анклав, у меня очень много предложений, что еще здесь делать, товарищ Каддафи, например, в тоже небедной, нефтяной такой стране, еще недавно, бесплатно заправлялись бензином, ну, только потому, что они жители Ливии, дальше, им платили за обеды, завтрак, ужин, сами как хотите, а вот за обед, пожалуйста, поэтому так много, да, медицина, однозначно, с моей точки зрения, в этих регионах, должна быть советская, то бишь, нынешняя, сегодняшняя, кубинская, и полностью запретить алкоголь, североамериканские индейцы вымерли от огненной воды в большей степени, а так как на сегодня местные шаманы, это, я извиняюсь, это человеческий плевок, вот, ну, вот он развлекает Валентина Ивановна Матвиенко и других наших деятелей, поэтому, если мы не хотим совсем их потерять, то абсолютно сухой закон и для этих регионов тоже. Спасибо за внимание, как бы ты могла, пыталась ответить на настоящие вызовы. Спасибо, Алена Викторовна. Прибавила еще градусы страты, Алена Викторовна. Теперь я хотела предложить дуплетом выступить моим коллегам, которые вместе выполняли проект «Трудовой потенциал как объект стратегического планирования». Сначала выступит Коленникова Ольга Александровна, пожалуйста, проходите, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник из ЭПНРАН и тема доклада «Обеспечение приоритетных производств с качественными трудовыми ресурсами проблемы дефицита и набора кадров». А затем продолжит выступление Нинахова Юлия Сергеевна, тоже научный сотрудник из ЭПНРАН, координатор как раз проекта и расскажет о том, что мы узнали непосредственно от учащихся учреждений СПО, ВПО, планируют ли они работать по полученным специальностям. И затем я предоставлю слово, сразу объявлю Локтионовой Наталье Яковлевне. Пожалуйста, приготовьтесь. Качественные трудовые ресурсы являются дефицитными. И мы хорошо видим, что в одни отрасли люди с удовольствием идут, трудоустраиваются, там есть отбор и возможно преувеличение наиболее качественных кадров. Но есть производство, которое имеет стратегически важное значение с точки зрения развития экономики, но там испытывают очень большой дефицит квалифицированного труда. Мы делали этот проект с целью выяснить, как приоритеты, которые выстраивает государство для того, чтобы создать механизмы в те отрасли, которые получают статус приоритетных, как эти приоритеты реализуются на практике, удается ли туда привлекать квалифицированный труд. Какие проблемы мы выяснили, обследовав вот эти предприятия приоритетных отраслей? Если можно? Первое это деформированная возрастная структура. Это хорошо известная проблема, связанная с провалом работников средних возрастов. Сейчас делается ставка на молодежь, на омоложение, но какие проблемы возникают с молодежью? Первая проблема это то, что для того, чтобы выйти на пик квалификации в инженерных специальностей надо не менее 15 лет. А молодежь она имеет такой характер, приток, сквозной характер. Приходит уходит, приходит и уходит не закрепляясь. Кроме того, проблема с молодежью это недостаточный уровень профессионального образования и низкие затраты предприятий на обучение, переобучение на внутрифирменном уровне. Но другого пути все равно нет. Все равно надо делать ставку на молодежь. И в этом смысле эти программы должны во-первых ориентироваться не только на привлечение молодежи, но и особенно на их закрепление, чтобы они могли успеть накопить специфический человеческий капитал на предприятии. и второе конечно эти программы не должны быть узконаправленные на молодежь, эксклюзивно на молодежь. Они должны быть вписаны во взаимодействии с кадрами других поколений. Другая проблема это разбалансированность количественного состава. Дефицит, как мы видим, имеет две формы. Во-первых, явный дефицит, когда нужны работники определенных профессий, квалификаций. И исследование показало, что в основном требуются узкие специалисты. Второй вид дефицита это неявный, когда он имеет форму ожиданий, то есть руководитель ожидает, что вот-вот мы вообще никого не найдем. И как хорошо вы знаем из экономической теории, что эти ожидания играют значительную роль в ожидании работодателей в смысле дальнейшего развития производства. Что касается избытка, то избыток тоже носит две формы. Явный избыток, когда не хватает людей, мы, можно сказать, не обнаружили только на отдельных предприятиях машиностроения. Это когда в штате держат узких специалистов годами, но не могут берегут их. Почему? Потому что в случае появления серьезных каких-то заказов они не смогут свободно на рынке труда таких специалистов найти. Но наиболее распространенный вид избытка кадров это как раз скрытый. Скрытый, когда недостаток квалификации компенсируется большим набором массовых ресурсов. Кроме того, в потребительском секторе выявлено, что то достижение оптимизации, которое предприятие, конечно, кадровое стремятся достичь, иногда приобретает, доходит до критического уровня, когда нет вообще никакого кадрового резерва, цель которого обеспечить стабильность и бесперебойность производства, то есть, что называется, каждый человек на счету. Другими проблемами, а я еще не закончила, не закончила, это вот проблемы как раз узких специалистов, второй, это проблема отбора социально ответственных кадров, о чем уже сегодня говорилось, особенно среди молодежи. И фундаментальная проблема, это все-таки производства, они имеют дефицитными, являются ключевые профессиональные группы, от которых в первую очередь это представляющий квалифицированный труд. и вот данные Росстата, если вы посмотрите, они показывают, какие именно кадры требуются. И вот если смотреть сектор науки, прикладное машиностроение, с годами специалисты с высшей квалификацией все больше и больше их потребность нарастает. А в сельском хозяйстве агрономы, ветеринары, острая нехватка, их даже больше требуется, чем пищевой и легкой промышленности. Я хотела еще сказать, каковы должны быть конкурентные преимущества работодателей на рынке труда. И об этом сегодня уже говорилось. Достойная заработная плата. Очень важный фактор, пожалуй, на первое место можно поставить это грамотное руководство этими предприятиями. И, как говорили наши респонденты, руководители вот этих предприятий, отраслевых ассоциаций работодателей, это нужна государственная поддержка. Предприятия одни в одиночку кадровую проблему не решат. Что они предлагают, наши респонденты, что бы надо бы сделать? Во-первых, для высокотехнологичных сфер прикладной науки машиностроения нужно не массовое наращивание бюджетных мест по техническим специальностям, а финансовая поддержка тех кафедр, которые уже выбрали работодатели, руководители, которые считают, что именно там действительно готовят нужных им кадров. Также нужна поддержка тех учебных заведений, где вот эти оставшиеся специалисты, которых сейчас нехватка, все-таки готовят. По тем направлениям, которые сейчас уже потеряны, имеет смысл подготовка за рубежом в ведущих центрах. Для предприятий, которые готовы организовать на регулярной основе производственную практику для студентов, и кто это уже делает, то им тоже оказывать помощь, потому что это очень важный канал отбора нужных ребят, нужной молодежи. И вот эта поддержка, она расширит крут к этих предприятий. для пищевой и легкой промышленности, где основная потребность это квалифицированные рабочие, и на которых де-факто уже это так сказать обучение легло, потому что в основном они и обучают, то им нужно софинансирование, помощь в получении образовательной лицензии, получение организации цехов на предприятиях на крупных, значит, помощь в оплате мастеров производственного обучения, значит, преподавателей теории. Имеет смысл вот единых центров, например, создание на базе национальных центров в городах, например, где бы встречались работодатели и ищущие работу, чтобы снизить затраты предприятий на поиск нужных работников. Введение трудового обучения в школах имеет смысл, но без формализма желающих приобрести в рамках школы рабочую профессию, это тоже имело бы смысл. В целом, надо уйти от унификации какой-то в решении кадровых вопросов и учитывать провалы, которые уже есть, а в легкой промышленности это одни провалы, в науке это другие провалы, и вот потребности вот этих профессиональных квалификационных групп. Ну, с учетом, конечно, финансирования федерального, регионального, навесного. Спасибо за внимание. большое спасибо, Ольга Александровна. Я прошу сейчас выступить Нинахову Юлию Сергеевну. Мы вообще планируем на основе нашего вот этого трехлетнего проекта подготовить доклад и все наши публикации наш институт выкладывает на сайте нашего института, институт проблем народно-населения Российской Академии наук, поэтому уже в деталях по всем направлениям мы это сделаем. Уважаемые коллеги, я продолжу говорить о результатах нашего исследования трудовой потенциал как объект стратегического планирования. Я расскажу про результаты социологического массового опроса студентов. Студенты были разделены на студентов вузов и студентов техниковых колледжей по 7 регионов России этот опрос был проведен. Около 800 респондентов в нем приняли участие это профильные факультеты вузов с одной стороны те, которые готовят кадры для промышленности приоритетных отраслей промышленности высокотехнологичных отраслей и с другой стороны это те, которые готовят для АПК для легкой промышленности специалистов и это профильные образовательные учреждения соответственно были опрошены чтобы получить сбалансированную выборку мы отдельно отбирали студентов старших курсов студентов младших курсов и я анкета содержала 4 блока первый блок это оценка экономического положения прожективной установки студентов второй блок это мотивы выбора профессии факторы, которые на это влияют третий блок это оценка системы образования ее отдельных каких-то параметров и факторы которые на это влияют и четвертый блок это характеристика трудовой стратегии характеристики степень сформированности источники информации об отрасли о рынке труда и так далее и вот что касается результатов вот что сегодня в первую очередь определяет престиж профессии в нашем обществе две трети респондентов считают, что престиж формирует уровень дохода который она приносит по разным группам респондентов это примерно одинаково что такое хорошая работа для собственно для респондента для большинства считают, что это все-таки работа по призванию но что касается кадров для сельского хозяйства с высшим образованием кадров для промышленности и для сельского хозяйства со средним специальным образованием то здесь примерно поровну респонденты разделились для кого все-таки в приоритете высокооплачиваемая работа и для кого то есть для кого монетарные мотивы превалируют а для кого работа по призванию вот насколько престижны эти профессии был такой вопрос и здесь мы задавали этот вопрос тем, кто тем респондентам кто обучается на соответствующих специальностях то есть инженеров вот соответственно мы спрашивали насколько престижен профессия инженера у инженеров и так далее значит что касается престижа профессии инженера то две трети считают что это действительно престижная профессия. А вот что касается, допустим, профессии среднего специального образования, то тут гораздо, в общем, картина хуже. Получается, что около одной четверти респондентов считают, что низкий уровень престижа тех специальностей, которые готовят их образовательные учреждения. Как меняется сегодня число тех, кто идет учиться инженерным специальностям? Ну, здесь большинство наших респондентов ответило, что все-таки растет число тех. Что сегодня прежде всего побуждает получать инженерно-технические специальности? Здесь можно было выбрать несколько вариантов ответов, и большинство ответило, что в будущем инженеры никогда не останутся без работы. Это, значит, основной мотив. И студенты техникума в колледже тоже с рабочей профессией сегодня легко найти неплохо оплачиваемую работу. Согласны ли вы со следующим утверждением относительно инженерно-технических специальностей? Здесь интересно, что здесь можно было выбрать либо согласны, либо не согласны. Получается, что вот второй вариант, второй под вопрос, что инженерно-технические специальности гарантируют стабильный материальный достаток, с этим не согласны одна треть респондентов, что студентов вузов, что студентов техникумов колледжей. Сколько времени потребуется на преодоление экономического кризиса, и будет ли решена задача импортозамещения? То есть респонденты просили отдать оценку экономическому положению, прожективно какие-то установки в этой области. И действительно выяснилось, что не очень пессимистично смотрят респонденты на то, насколько это будет успешно решено. И какие основные препятствия видите на пути развития промышленности и сельского хозяйства? Ну здесь вот можно посмотреть, мы опубликуем этот материал, поэтому подробнее. Хорошо, спасибо. И что еще? Почему вы выбрали эту профессию? Почему вы выбрали эту специальность? Большинство отвечает, что это все-таки, они чувствуют к этому призвание, интерес к этой профессии. Но вместе с тем, допустим, что касается студентов вузов, которые обучаются на сельскохозяйственных направлениях, все-таки больше 40% считают, что выбрали эту профессию, потому что посоветовали родители. И не доходит до 20% доля респондентов, которые считают, потому что эта профессия обеспечивает стабильный доход. Дальше была группа вопросов, которая раскрывает оценку характеристик образовательного процесса. Но в целом качество образовательной системы студенты оценивают высоко. Условия прохождения практики также были оценены. Но в целом стоит сказать, что четверть респондентов после прохождения практики считает, что практика скорее отбила желание дальше трудоустраиваться по специальности. Ну и были вопросы, совмещаете ли вы работу с учебой. Большинство все-таки респондентов, кто совмещает работу с учебой, они работают не по специальности. Но вот такой вопрос, как вам кажется, легко ли выпускникам найти работу по специальности. 45% считают, что да, вполне реально. Однако больше половины респондентов считают, что либо высокооплачиваемую работу найти сложно, либо вообще любую. Особенно это касается специалистов с средним специальным образованием и сельскохозяйственным направлением. Ну и в целом можно говорить о том, что присутствует так называемой антиномии в трудовых стратегиях. То есть с одной стороны студенты делают выбор в пользу, то есть молодые люди делают выбор в пользу профессий, предполагающих высококвалифицированный труд в приоритетных отраслях промышленности. Превалирующий мотив выбора профессии при этом среди студентов – это призвание, интерес к профессии. То есть около 50% так считают, что хорошая работа у двух третей студентов вузов ассоциируется с работой по призванию больше, нежели с высокой оплатой и так далее. Но при этом престиж профессии для большинства определяется уровнем доходов все-таки. Для техников, технологов со средним специальным образованием только одна четверть респондентов считает, что их профессия престижна. И более трети студентов не считают, что инженерно-технические специальности обеспечивают достойное вознаграждение за труд. Ну и соответственно при получении в процессе обучения информации о состоянии отрасли, то есть при прохождении производственной практики, одна четверть респондентов меняет свои трудовые стратегии в пользу того, чтобы не работать по специальности. Ну и примерно та же картина и даже более хуже картина с студентами, которые учатся по направлению сельхоз. Спасибо, Юлия Сергеевна. И да, я хотела бы предложить слово. Заключительно у нас будет Локтионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН, член экспертного совета при Комитете Госдумы по делам СНГ и вразийской интеграции и связям с соотечественниками. Тема доклада «Кадровая политика в России как задача укрепления государственности, традиции и реалии дня». Пожалуйста. Уважаемые друзья, я хочу, что называется, издалека начать, но попробуем перейти к чему надо. В России целый ряд восточных цивилизаций, они оставались всегда традиционными обществами в той или иной их разновидности. И такое общество, как известно, регулируется традицией, которая в России была, естественно, сформирована православием. Общество и в Российской империи, и в Советского Союза оно продолжало оставаться традиционным. Характерным его признаком во многом была иерархичность, почитание старших и преемственность поколений. На Западе существует культ юности, правда, и там не все так однозначно. А в православии, в России, напротив, всегда был скорее культ старости, почиталась зрелость. И так современная Россия со своим ненациональным культом юной поросли оставила западный мир сегодня далеко позади. Именно в современной России, вопреки всему предшествовавшему историческому опыту, молодых стали пестовать, противопоставляя старшему поколению. Целенаправленно отторгается зрелость, и пренебрежение опытом отцов сейчас становится нормой. Были запущены определенные технологии, мода на молодежь. И, кстати, те же методы выдвижения молодых, они были опробованы и на Кавказе, но там быстро спохватились. Сказались вековые традиции и мудрость старейшин. В корневой России нет. Как показывают исследования международных агентств, российские гендиректора значительно моложе своих зарубежных коллег. Зарубежные консультанты сравнили показатели разных стран и пришли к выводу, что в России чаще, чем в других странах, меняется руководство крупнейших компаний и корпораций. В 2013 году Россия поставила не только исторический, но и мировой рекорд сменяемости высшего руководства. Более поздних данных не было, но тенденция шла по нарастающей. Сейчас, видимо, этот разрыв с другими странами был бы еще больше. Разумеется, здесь не в последнюю очередь, я у вас цифры сейчас уже не у меня есть, но я вам не буду, чтобы просто времени не тратить. Разумеется, не в последнюю, если не в первую очередь, этот процесс обусловлен отсутствием кадровой преемственности. Однако вакханалий с молодыми кадрами продолжается по всей России. У нас оформилась особая, невиданная ранее привилегированная каста – молодые. И сегодня есть своего рода инкубаторы по взращиванию молодых функционеров, руководящих кадров. Мы все знаем, что это преимущественно Единой России. Есть разного рода молодежные парламенты. Чуть ли не из детского сада поощряются игры в руководителей, вплоть до президентов. Дети не приучаются ни к труду, ни к послушанию, но с малых лет их учат руководить и напитываться собственной значимостью. Молодежь, не умеющая стоять на плечах предыдущих поколений, не ощущающая себя звеном единой цепи праотцев и правнуков, не имеющая понятия об ответственности перед Богом и Родиной, она массово направляется на руководящие посты. Последствия известны, примеры можно множить. И, слава Богу, существуют ответственные, замечательные, достойные молодые люди, но речь сейчас не о них, а о тенденции, которые доминируют и дают свои горькие плоды. Мне как-то пришлось выступать на большом форуме в МГУ, собственно, вот по той же самой теме, и я видела реакцию вот этих молодых. Они так активно кивали в знак поддержки вот этого моего выступления. Просто именно вот этим входящим в жизнь поколениям приходится страдать под началом вот этого самого руководящего молодняка. Эта неначальствующая молодежь, она устала от своих проскочивших в руководителей сверстников. Ей негде набираться опыта. Разрушена естественная связь поколений, и тенденции к ее восстановлению, они, собственно, не просматриваются. С 2014 года существует строгое ограничение по возрасту руководителей в науке – до 65 лет. Тогда как к этому возрасту, видимо, только и надо подходить к директорскому креслу, когда есть серьезное имя, авторитет и большой опыт в науке. Причем речь идет обо всех научных подразделениях – и отделах, и лабораториях, и центрах. Те же ограничения были распространены и на госслужащих. Страну наводнили, наводнил молодежный ректорский корпус, введен, наконец, возрастной лимитой для главврачей. Собственно, и где? В такой социально-чувствительной области, как медицина. Почему-то в президенты после означенного возраста – 65-ти – можно. В сенаторы – пожалуйста, хоть 90-летние. И в Верхней Палате таковые есть. Я, собственно, ничего не имею против, но можно быть вполне дееспособным, с немалым жизненным опытом, и в очень преклонном возрасте. Но почему тогда действует столь избирательный принцип вот этого возрастного лимита, к тому же противоречащий Конституции Российской Федерации, где, собственно, нет дискриминации по возрасту? Все это направлено… Ой. Все это направлено, напрямую сказывается на результатах. Обрушены целые школы, стали общим местом и достоянием общественности. Серьезные проблемы на производстве, в медицине, в образовании. В качестве пожелания есть прямое основание, видимо, для исключения вот этой поправки в Трудовой кодекс, это относительно науки, вводящий возрастной ценз в верхние его границы, вот особенно в науке и в педагогике, да, собственно, и в других отраслях. А вот нижнюю границу, здесь ее можно, наверное, и ввести. Еще есть долгоиграющий миф о запущенной в Новой России недееспособной старости. Сейчас он даже несколько нивелирован, но не исчез. Еще совсем недавно для многочисленных СМИ и их экспертов вполне допустим был неприемлемый с точки зрения критериев нравственности термин «неэффективное поколение». И, кстати, сколько замечательных руководителей вынуждено было уйти из-за возрастных лимитов и подведомственных учреждений, моментально деградировало. Допустим, Академия Генштаба. Там она была образцовой, когда его возглавлял генерал Виктор Чичеватов, которого сняли по возрасту полного здравия и сил. И я, например, знаю очень серьезные структуры, там оборонная, атомная промышленность, где тоже там в свое время поменяли руководителей всех. Мы быстренько отправили на пенсию. Вы знаете, этот серьезный завод, он практически встал. Там пришлось идти просто-напросто на поклон. Там кто-то обиделся, кто-то вернулся, и тогда что-то сдвинулось. В России, видимо, в целом вновь необходимо выстраивать традиционное общество, сегодня сильно поврежденное. И ориентиром должна стать традиция, обусловленная ей норма общественного бытия. Видимо, в этом направлении должен работать каждый на своем месте и по мере сил, вопреки сформированному пагубному алгоритму социального развития. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Надали Яковлевна. Коллеги, к сожалению, вынуждены извиниться. Мы без вины виноваты, но пришлось все-таки немножечко в таком темпе, который не позволял и полностью раскрыть идеи выступающих. Единственное, что может нас оправдать, это то, что мы уже проводим пятый год, наш институт организует мероприятия в рамках Московского экономического форума, и мы регулярно издаем наши публикации по материалам наших конференций таких в рамках МЭФ. И, соответственно, я прошу всех, мы разошлем адрес, по которому надо будет собирать, надо будет прислать эти материалы, и мы их издадим и обязательно выложим на сайте нашего института. Я сразу укажу, что институт – это ИСЭПОНРАМ, там есть раздел публикаций, где уже выложены прежние наши публикации на основе МЭФ. Еще раз вас всех благодарю. Не могу больше, к сожалению, дать никому слово, и так упросила организаторов, чтобы позволили нам хотя бы нашу программу полностью исчерпать. Спасибо большое. Вам хорошего завершения Московского экономического форума. Еще раз благодарю всех спикеров.